С каждым годом все дальше от нас героические и трагические годы войны. Это событие было одним из самых тяжелых испытаний, которые с честью выдержала наша страна. С первых дней кровопролитной войны с врагом сражались и выходцы из Адыгеи. И сегодня отмечается значимая для всех жителей нашей республики дата – 80-летие освобождения территории Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. Именно этому событию было посвящено мероприятие, прошедшее в зале администрации района. На столь важном собрании присутствовали председатель общественного движения Адыгахаса Черкесский парламент Амин Непшикуев, главы сельских поселений, представители образования, культуры, старейшины района, ветераны труда, ну и, конечно же, наше подрастающее поколение. Со вступительным словом к участникам мероприятия обратился глава района Заур Хамирзов. Сегодняшнее наше организационное мероприятие посвящено 80-летию освобождения республики Адыгеи, в частности, Пашхабринского района от немецко-фашистских захватчиков. Очень знаменательная дата. Я хотел бы поблагодарить всех присутствующих, что сегодня вы нашли возможность и время прийти на наше мероприятие. Вы все прекрасно знаете, какое серьезное внимание государство уделяет патриотическому воспитанию детей и молодежи. И очень важно, чтобы мы чтили, помнили события тех лет. Если говорить о Кашхабринском районе, более 6 тысяч жителей Кашхабринского района ушло на фронт защищать нашу родину. Что такое 6 тысяч человек для Кашхабринского района? Это огромная цифра. Половина из них погибла. Половина из них не вернулась с войны. Наверное, нет семьи в Кашхабринском районе, которая бы война не затронула. Нет рода, которая не понесла бы утрату. Поэтому очень важно, чтобы мы чтили память тех людей, которые сложили свои головы в той войне. И очень важно, чтобы мы сохранили историческую память. В своем выступлении председатель общественного движения Адыгахаса Амин Непшикуев отметил, что и жители Кашхабринского района внесли достойный вклад в дело освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. В борьбе с навесным врагом и жители Адыгеи единым строем стали на защиту нашей Родины. В июне-июле 1941 года было призвано из Кашхабринского района 4 490 человек, а всего за войну 6415 человек. А Адыгеи было призвано 83 тысячи человек. И наши героические сражались с чиновистом врагов. Кашхабринский партизан отряд возглавил командир Федор Савенков, комиссарами были Сергей Куцов и Шхалахов. Первое боевое крещение в районе села Даковской, Майкопского района, уничтожили наши партизаны из засады 23 немецких солдата. Отличились Павел Михайлович Мастюхин, Адам Сагменович Засежев, бывший председатель испоконного сельского совета АУКа Шхабрин, Николай Иванович Варшавов, бывший следственной прокуратуры Хасан Хамосович Мередыков, бывший заведующим районом. К сожалению, сегодня в Кашхабрском районе не осталось в живых ни одного ветерана, участника Великой Отечественной войны, но память о них сохранена навсегда. Которым потомкам передайте, как гибли прадеды в огне, вы подвиг предков не предайте, не забывайте в праздный час о тех, кто на войне остался. Гордитесь теми, кто за вас последний смертный бой поднялся. Не забывайте никогда заплаченную ими цену, храните в памяти тогда, не обесцените победу. Не забывайте о войне, держите флаг победы выше, наказывает жизнь вдвойне победу и беду забывших. Не могут годы унести подвиги воинов в прошлое, знает о нем сегодняшняя молодежь. Активными участниками мероприятий стали учащиеся обеих школ районного центра. Отмечается значимая дата. 80 лет назад советские войска освободили территорию Евгии от немецко-фашистских захватчиков. Аппулация делилась 6 месяцев, с 9 августа 1942 года по 18 февраля 1943 года. За это время были расстреляны, замучены за стенка гестапов, повешены свыше 5000 человек, в том числе более 150 партизан. Серьезно пострадали промышленность, транспорт, средства связи и коммуникации. Были взорваны или сожжены здания школ, больниц, культурно-просветительских учреждений, живых домов. Целые кварталы Майкопа были превращены в развалины и депричины. Немецко-фашистские захватчики, покидая город, применяли бесчеловечную тактику выжженной земли, уничтожая все, что попадалось им на пути. Бои за освобождение территории Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков начались после того, как в районе Сталинграда оказалась в окружении, а затем издалась в плен 330-тысячная группировка гитлеровских армий, во главе с фельдмаршалом Пауэллесом. Опасаясь снова попасть в котел, теперь уже северо-кавказский, гитлеровцы стали отходить с территорий, занятых ими в 1942 году, из-под Моздока и других направлений. Отступая, они отчаянно сопротивлялись, но их судьба уже была предрешена в ходе наступательной операции Черноморской группы войск. 18 февраля 1943 года фашисты были изгнаны из последних оккупированных населенных пунктов Адыгеи, Ауов-Афи-Псик и Псиду. Эта точная дата и считается днем полного освобождения от фашистских оккупантов. Установить его помог наш земляк, полковник в отставке, ученый-историк Хазебли Сиджах. Его предложение поддержал первый президент Республики Адыгея, Аслан Желимов, который и учредил указом эту дату. Затем парламент Республики Адыгея внес дополнение в Республиканский закон о праздничных и памятных датах, навсегда законодательно закрепив день освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. Она принесла народам неизмеримые жертвы и страдания. В ней было семьи, не переживших горочек трат. На фронтах Великой Отечественной войны погибло 33 278 выходцев из Адыгеи. За этими буквами в гердическую летопись Великой Отечественной войны вписаны их имена. Более 15 тысяч из них отмечены наградами Родины. Большинство из них награждены не одним, а множеством орденов. Высокого звания Героя Советского Союза удостоено 27 человек. Много десятилетий прошло с тех пор, как народы нашей страны победоносно завершили Великую Отечественную войну. Это событие определило судьбу многих стран и сам ход мировой истории в целом. Патриотизм, мужество, самовоспитанность и жизнь для того тех поколений и по сей день играют для нас одними из самых важных и настных критериев. Они стали символом силы национального духа нашего народа. Народа, который отстоял суверенитет и честь нашей Родины, принес свободу мира народам и Европу. Спас их от порабощения. С Великой Победой связана не только наша историческая память. Ее наследие и сегодня во многом играет важные внешнеполитические позиции России. И что крайне важно, на этих гереческих традициях воспитываются молодые поколения наших людей. Глава Кашхабского сельского поселения Мурат Курашинов призвал присутствующих к сохранению памяти о тех, кто защищал нашу землю, принес мир народам. К сожалению, в Кашхабском районе на сегодня не осталось ни одного ветерана, который участвовал в Великой Отечественной Армии. Но мы чтим, помним их. На аллее Роз, в ауле Кашхабль, уже на протяжении нескольких лет, висит баннер, который ежегодно обновляется имени Алия Исюховича Кошова, сына Кашхабского района, жителя аула Бечипсид. Героя Советского Союза, который в марте месяце совершил подвиг. При форсировании реки Днебр раз пять нырял в воду в марте месяце, для того, чтобы достать порванный трос, для того, чтобы наши войска могли переправить за чуть-чуть реку. За что мы ему вручили Героя Советского Союза. Все мы видим, как поменялся облик памятника Вечного дня. Там приковечены имена 222 жителей сыновей Кашхабльского, аула Кашхабля, которые ушли на фронт и не вернулись. Согласитесь, огромная цифра, 222 человека. Я, как представитель рода Курашиновых, например, знаю, что ушло из рода семь человек, молодых парней, и они не вернулись. Эти все ребята погибли для того, чтобы мы с вами продолжили жить, чтобы мы с вами жили ради нашего с вами будущего, будущего наших людей. Да, на сегодняшний день не осталось у нас района ни участников, ни ветеранов боевых действий тех времен, но это не означает, что мы о них не должны помнить. Я призываю каждого из вас, особенно себя, чтобы мы передали будущему охранению своим детям, другам, правнукам, что мы живем на сегодня, на этом белом свете, благодаря ним. Спасибо за внимание. Каждый из выступающих в этот день вспоминал погибших за родину односельчан, умерших участников и ветеранов. Прозвучали слова искренней признательности труженикам тыла и детям войны. Завершилось мероприятие возложением цветов к могиле Хасана Меритукова, геройски погибшего в конце декабря 1942 года.